всем привет дорогие друзья с вами роман канал mobile review huawei band 7 обзор вышел на нашем сайте mobile review.com рассказываю и для тех кто любит побыстрее и сразу с главного значит стоимость 3500 и отличаются от band 6 только лишь ну или скажем так двумя моментами это always on display это постоянно отображение информации на экране как вы вот сейчас видите и креплением ремешков ну есть там какие-то еще другие мелочи которые ну не так сильно интересно например пробуждением по тапу но тем не менее о часах необходимо сказать потому что люди будут спрашивают либо люди будут гуглить youtube обзоры этого устройства поэтому вот коробочка очень простая еще расскажу 3 500 причем там скидка еще и 500 рублей когда вы покупаете два таких бенда это на сайте и плюс там еще скидки на всякие ну типа весы и прочее значит вот такие вот часы есть несколько цветовых решений там помощью есть красный сейчас вам скажу какие еще есть графитовый черный и розовый но вот у нас такой темно зеленый цвет модный цвет наверное это был вариант под apple да по моему в прошлом году apple зеленого цвета такие темно зеленые были но не суть в этом главное что есть зеленый цвет вот такой прикольный изменили конструкцию ремешка вот здесь вот теперь ну не знаю каких два ползунка таких нужно сместить раньше нужно было нажимать и снимать сейчас как-то более такая сложность только конструкция стала ремешочек обычный тоненький легенький сами часы тоже очень легкие весят всего лишь 28 граммов то есть вместе с ремешком 28 граммов толщина здесь примерно 1 сантиметр ну и нормально в принципе стекло и все остальное сделано из пластика что вам можно сказать про эти часы ну тут с версии 50 защищены от воды вот хочу сказать от воды и воды до от воды пыли влаги ну и так далее экран 147 дюйма разрешение не очень высокая это 194 на 368 пикселей но главное что это амулет матрица с режимом а от ну вот его можно включить выключить но забегаем вперед могу сказать что а вот сжирает батарейку просто как не в себя про внешний вид сказал могу вот вам показать сравнение с fit 2 у меня есть fit 2 бой застегнул случайно опять застегнул вот 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 когда такой тип крепления вот всегда какие-то есть вопросы вот так вот выглядит режим always on display на этих двух часах и там и там но вот здесь вот чуть чуть потише яркость потому что стоит авто яркость он понимает что у меня здесь софиты рубит и поэтому но не надо такую яркость высокую давать а здесь автоматический режим ну точнее так ручной ручной режим и надо выкручивать как есть значит ну по материалам все совершенно разные металлы пластики тут ну и прочее не буду вдаваться в подробности как сидят вот эти часики очень удобные но просто вот 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 кайф потому что они вытянуты и соответственно вообще вам не мешают ремешок длиннючий он посмотрите какой и вот так то есть вы свободны в своих действиях экран при этом не слишком узкие то есть информация читается нормально он высокий в меру вот ну то есть это я к тому что там какие-нибудь huawei какие у нас там huawei есть последний band 7 или band 6 вот у меня были и там конечно это неудобно то есть слишком вытянутый экран и неудобно читать вот здесь все удобно вот так вот крепится система это harmony у с но я насколько понимаю на такая урезанная версия там многих функций нет там всякие магазины приложения симы и прочее конечно же этого нет сверху вытягивается меню достаточно крупное все прекрасно видно часы отображаются есть настройки настройки вот таким вот образом выглядит телефон немедленный фут телефон то что тут вот так сделают сейчас вот каджеты что уже как телефон и смотрю виджет и сразу в голове как телефон часы они немедленные но при этом чувствуется все таки разница между fit 2 допустим да и вот этими эти моментально все отрабатывают эти чуть 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 тормознутые такие но в целом окей то есть за свою стоимость три с половиной вообще замечательно экраны здесь присутствуют вот такие вот вы можете их заменять заменять даже вот такой вот по моему это с apple watch последнего поколения вот такие вот часы можно сюда запихнуть вы видите виджеты или иконки они тоже активные то есть вы можете нажать измерить там всякие параметры в этом плане все как бы типичный хорошо я читал смотрел информацию о том что именно band 7 они прям очень круто измеряют параметры показатели там чсс спо 2 и прочее прочее есть даже ресурс на ютюбе где там мужик там на велосипеде топе там сравнивает их с профессиональными там всякими датчиками кардио датчиками и говорит что ну вот смотрите почти профессиональный гаджет ну наверное мне сложно как бы вот в этом плане что-то говорить потому что ну я в этом плане не профессионал у меня чисто утилитарные такие вещи да за замерил кислород ну на нормы замерил пульс ну норма там экв ничего это не измеряется поэтому так здесь уведомление уведомление работают отлично они работают так что вы можете отвечать на сообщение там есть готовые шаблоны примерно как на fit 2 и это очень круто потому что насколько я знаю там ну до трех до четырех тысяч рублей вообще нет часов которые бы хотя бы шаблонно отвечали на сообщение здесь есть даже смайлики это очень хорошо но и меню вот такое классическое меню тренировки пульс все стандартно стресс отдыхательные упражнения музыка управления до погода секундомер таймер фонарик все что нужно здесь есть яркость регулируются вручную циферблата вот они они яркость вот уменьшать ярко сейчас покажу вот например 3 4 5 до максимум можно сделать и здесь есть активация касанием удобная функция да тык и вот поехали то есть в целом очень хорошее устройство мне понравилось зная и покупая band 6 я бы вот однозначно выбрал бы huawei band 7 не xiaomi band 6 или xiaomi band 7 я бы лучше взял бы huawei band 7 потому что экран вот такой он более удобный вот этот ремешок приятно это там тоже можно заменять в принципе ну и цена до цена в россии сейчас прямо здесь сейчас ты с половиной тысячи рублей понятное дело что на алиэкспрессе можно все что угодно купить дешево эти и band 6 там тысячи за 2 и 7 тысячи за 2 но это алиэкспресс и вы знаете я когда делаю обзоры я четко разграничиваю все эти штуки потому что одно дело цена вот здесь и сейчас в россии другое дело на алиэкспрессе для меня это совершенно разные площадки если вам ну как бы удобно ждать ну немножечко переживать за то что вы там долго будете все это вот ждать выжидать а вдруг не дойдет а вдруг дойдет а как там возврата денег я как бы такой что вот ну пока какие-то дорогие покупки лучше совершил с переплатой но здесь чтобы потом у меня была возможность если чё вдруг отнесись сервисный центр поменять до кого-то дозвониться и сказать что такая-то проблема есть вот чем ну вот допустим вот эти часики до с алиэкспресс я без проблем бы заказал ну ладно хорошо пусть я там потеряю две с половиной 3 тысячи рублей ну ладно вот зато куплю дешевле чем в россии но как бы все равно я различаю сильно алиэкспресс и официальные вещи я помню у нас вот всегда вот эта битва была я куплю на алиэкспрессе на 100 тысяч рублей дешевле пожалуйста у вас есть возможность вас есть желание покупаете у тех кого этого желания нет те кто хочет просто пойти в магазин да они прекрасно знают что они переплатят там какую-то сумму там в 20-30 процентов но просто они купят здесь и сейчас вот например ремешки я покупал для бенда 6 в россию потому что нафиг мне ждать два-три месяца этого несчастного ремешка да я за два-три месяца скорее всего вообще поменяю вот этот вот аппарат ну да я на эти 200 рублей в россии где ремешок купил я могу на алиэкспресс их с десяток купить но вот у меня такой поэтому в комментариях можете мне писать мол роман до алиэкспресс наше все согласен согласен но есть у таких две категории людей здесь и сейчас и ну или дешевле но выжидать вот скажем так я отношусь к обоим категориям абсолютно хорошо поэтому рекомендую вот эти вот бенды очень понравились классная вещь но поскольку сейчас на обзоре у меня вот эти вот фиты то я именно их ношу ну потому что они более такие удобные в плане информации скорости там дизайна и так далее но я бы вот без проблем бы носил бы и бен 7 очень хорошие фитнес часики всем большое спасибо пока пока